Одна из лучших вещей Final Cut Pro заключается в том, что у него есть большинство инструментов для работы со шрифтами, титрами, заголовками, темплейтами, встроенные в один пакет. Тогда как в других монтажных программах для того, чтобы создать свой собственный кастомный титр и еще анимировать его, нужно прибегнуть к дополнительному программному обеспечению. В Final же анимировать и создать свой кастомный титр можно, как говорится, в пару кликов, но для этого нужно, естественно, владеть некоторыми знаниями. Сегодня начну рассказывать, как создать свой заголовок, свой собственный кастомный титр, как сделать киношные титры, чем отличается Basic Title от Custom Title, где вообще находятся титры, как ими пользоваться, как их добавлять. Я на самом деле сегодня подошел очень ответственно и даже написал сценарий, но, скорее всего, он мне не пригодится, потому что... Сценарий-то вы читали? Нет, это сценарий читает меня. Перед тем, как я начну говорить про титры, зачитаю один коммент из прошлого видео. Алексей Фокин пишет, подскажи, пожалуйста, как делать шторку при применении лута? Алексей Фокин, смотри это видео до конца и в конце видео я тебе отвечу на твой вопрос и покажу, как сделать эффект до-после. Кому интересно, тоже оставайтесь. И вообще, задавайте вопросы под этим видео и тот комментарий, который наберет больше всего лайков, я отвечу на него в следующем видео и разберу твой вопрос. Итак, титры. Начну со снов. В общем, все титры находятся в сайдбаре титры и генераторы, вот в этой левой панели. Здесь у меня установлены всякие разные титры, уже там они куплены или где-то скачаны, какие-то интересные киношные титры. Также в панели титров хранятся и какие-то эффекты, которые используются как корректирующий слой. Видишь, что этот титр это просто эффект, который вынесен в корректирующий слой. Титр, который нам сегодня с тобой будет интересен, это Basic Title и Custom Title. Чем они отличаются? Смотри, если ты хочешь просто написать какой-то текст, заголовок и поработать с ним как есть, анимируясь его ключевыми точками, например, тебе вполне подойдет Basic Title. Если же ты хочешь конкретно поработать над титром и создать какой-то интересный титр, который будет плавно исчезать или появляться, или как-то интересно уходить с экрана или приходить на экран, то тебе нужен Custom Title. Сейчас вернемся к нашему Basic Title, дадим ему какое-нибудь интересное имя, например, первое, что мне пришло в голову, это полуостров, на котором я обитаю, Камчатка. Подпишем его так, выберем какой-нибудь интересный шрифт. Кто не в курсе, если ты знаешь, например, название шрифта, для того, чтобы его найти, тебе нужно его просто начать писать, нужно, чтобы раскладка была на английском языке. Например, мы используем, давай, Proxima Nova, вот видишь, я вписываю, и он мне типа предлагает его. Нажимаем Enter, выбираем какой-нибудь сверхжирный, курсив, например, и рассказываю, что нам здесь интересно. В общем, вот эта панель, здесь у нас есть выбор шрифта, дальше идет позиция шрифта, например, право-лево, середина. Это удобно, если ты, например, пишешь какое-то не одно слово, а несколько слов, да, например. Например, вот такое сочетание слов, почему бы и нет. Если его все выделить, очень удобно, видишь, выравнивать его по тому или иному краю, в данном случае, давай оставим середину. Идем дальше, Line Spacing отвечает у нас за то, где у нас будет находиться линия титра, то есть нижнего, верхнего. То же самое у нас отвечает Baseline, позиция всего титра написана у нас, то есть одновременно двух слов. Очень интересно, здесь есть такая штука, где можно поставить галочку, это All Caps, это все заглавные буквы, видишь, он сделал все буквы заглавными. All Caps Size, это у нас настройка заглавных букв, то есть можно делать там, типа, вровень с первой буквой, да, можно делать меньше. Дальше идет, я не указал, про трекинг, интересная настройка, можно расширить расстояние между буквами, за это у нас встречает трекинг, можно сделать, например, вот так. Дальше у нас идет три вкладки Position, Rotation, Scale, понятно, позиция, где у нас будет находиться наш титр. Можно перевернуть его, видишь, немного вот так отзеркалить назад, там как-то. Face, цвет нашего титра. Можно нажать на вот эту вот стрелочку, здесь будет выпадающееся меню и использовать градиент. Либо нажать на сам квадратик непосредственно, вот так бахнуть и выбрать цвет просто из палитры. Как по мне, так это самое удобное. Здесь же можно использовать пипетку для выбора цвета, если у тебя есть какой-то референс, картинка. Здесь же в настройках есть также градиент, цветовой круг, здесь можно смотреть комплементарные цвета, очень удобно, если, например, у тебя картинка, например, синего цвета, то комплементарный цвет, контрастный, будет ему желтый, если зеленый, например, то розовый. Здесь же можно выбрать тон этого цвета, светлее, либо темнее, все очень удобно. Здесь пощелкаешь, короче, разберешься. Дальше у нас идет Outline, тоже очень интересная фишка, которую можно с ней проделать. Например, смотри, что можно сделать, показываем шоу, белый цвет, нажали и у нас стало обрамление белым цветом. Если мы здесь отключим вкладку Face, то у нас получится шрифт незалитый. Это сейчас мейнстримовый шрифт, он везде в рекламах мелькает, незалитый шрифт, сейчас очень модно. Здесь же можно настроить ширину с вот этой контурной заливки, лур, размытие и ее прозрачность, непрозрачность, опастие. Glow, это свечение, хер знает, как им пользоваться, я обычно его не использую. И Drop Shadow, здесь можно настроить тень, если у тебя какой-то фон, то можно сделать отбрасывающуюся тень. Также прозрачность, blur и дистанцию тени, на которую у тебя будет отбрасываться. Тоже очень интересная настройка, с ней можно поиграться. Погнали дальше, это что касается Basic Titles. Переходим к следующим титрам, это у нас кастомный титр, на нем бы я хотел остановиться поподробнее. Все настройки кастомного титра, а вся анимация находится вот в этой панели. Сказать Show Title Inspector, показать его, с буковкой T. Если ты не в курсе, чтобы раздвинуть эту панель по Абаля, нужно нажать на вот это слово два раза, на слово Custom. Дабл клик, и она разворачивается полностью. Тебе нужно запомнить, что все, что начинается со слова In, это появление шрифта. Все, что начинается со слова Out, Position, это выход шрифта, его исчезание. Сейчас я остановлюсь на этом подробнее, пробую разобрать каждый из этих параметров. Итак, я сделал текст, который состоит из двух предложений. Я их сделал через Inter, то есть две строчки. Сейчас ты поймешь, для чего я это сделал. Изначально по умолчанию все значения стоят на 100%. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все стоит на 100, и это означает, что анимации нет. К примеру, давай сейчас попробуем самую простую анимацию, это Opacity, выход из тени. Ставим Play Height в самое начало. Убираем Opacity на 0%. Нажимаем пробел. И сейчас ты видишь, что титр появляется по буквам. Но что, если я хочу, например, чтобы слова у меня появлялись не по буквам, появлялись по словам? Это можно поменять вот здесь, в InUnit Size. И здесь можно настроить Character, это у тебя будет титр появляться по буквам. И World, это у тебя будет появляться по словам. В InUnit Size можно настроить, что у тебя будет появляться по линиям. Допустим, у нас две линии, видишь, как классно появляется. Первая Камчатка, потом Land of the Beer. Если бы у нас было три линии, например, вот здесь делаем перенос. Land of the Beer у нас будет появляться на три раза. Четко, да? С Opacity разобрались. Теперь я тебе хочу показать следующий прикольчик. Например, я хочу, чтобы титр у меня появлялся не из прозрачности, а вылетал, например, справа налево или слева направо, сверху вниз. То же самое, ставим скиммер в начало. И эта настройка у нас кроется в позиции InPosition. В позицию X, Y, Z. Все понятно, вспоминаем абсцисс, ординат. Ставим курсор сюда. И если у тебя есть мышка, роликом мышки выдвигаешь за экран, это будет у нас начало появления титра. И смотрим, что у нас получилось. Титр вылетает также по словам. Настройку ты уже знаешь, можно настроить здесь. Либо это Line, либо это Word. По словам видишь. Либо это вообще Character. Но это какое-то сумасшествие будет. Хотя в некоторых случаях это может и пригодиться. Поехали дальше. Далее я могу настроить скорость появления этих слов. Например, я хочу, чтобы они появлялись медленнее или плавнее. Это делается в других настройках. Позицию можно, например, сейчас скрыть. И это делается в Induration. По умолчанию она стоит на 40. Ну, типа оптимальная скорость. Можно либо убавить, например, до 20 в два раза. По идее она сейчас будет появляться еще быстрее. Либо наоборот прибавить, например, до 60. Так будет появляться плавнее. В общем, это скорость появления нашего текста. Чем больше она вправее отклоняется, тем медленнее. Чем она больше отклоняется левее, тем скорость появления быстрее. Видишь, что вообще мгновенно. Далее есть еще одна настройка, которая называется InSpread. На самом деле не знаю, как она переводится. Но она означает, что сейчас она стоит на единичке. И если мы сделаем ее немножко побольше, на пятерку, то слова у нас будут появляться как бы с задержкой. Короче, не знаю, как объяснить. Ну да, наверное, проще всего сказать, что они появляются с небольшой задержкой. То есть, если у нас стоит на единичке здесь InSpread, то у нас будет появляться без задержки сперва первая линия, а потом сразу же за ней вторая. И чем больше у нас это значение, тем одновременнее у нас будут появляться линиями. Блин, надеюсь, я понятно объясняю. Следующий параметр тоже прикольный параметр. Графа или, как сказать, такой блок InBlur. Его некоторые путают с opacity, с прозрачностью. Его Blur у нас отвечает за Motion Blur Effect. Но сейчас я поставил на самое максимальное значение. И, видишь, слишком сильный смаз получился. Нужно где-то на половинку его оставить. Видишь, слова вылетают с такой Motion Blur Effect. Я рекомендую его всегда добавлять, когда ты делаешь анимацию шрифтов. Но перегибать с ним сильно не надо. То есть, я не знаю, в каких значениях нужно использовать его на десятку. Лучше его использовать от двойки до пятерки где-то. Этого будет достаточно, чтобы добавить Motion Blur Effect твоему тексту. Следующий параметр, который мы будем с тобой добавлять, это параметр, который называется InSpeed. Он сейчас стоит на позиции Constant. Decelerate. Это вроде бы означает то, что... Оставим здесь opacity на нуле. Пускай он будет появляться у нас в прозрачности. И сейчас мы поменяли позицию InSpeed. И, по идее, у нас последнее слово должно быть немного замедленное. Вот, видишь, как бы все появляются быстро, а слово Beer появляется более замедленно. И что, если у вас и Beer так раз более замедленно. Accelerate. Наоборот, первое слово появляется медленно, а остальные все быстро. Здесь тоже можно экспериментировать. Оставим пока вот эту. Следующая анимация, которую я хочу тебе показать, называется параметра InScale. Я вернул сейчас все обратно. Титр появляется сам по себе. В одну строчку сделали. И теперь переходим в параметры Scale. И уменьшаем его. Видишь, титр у нас уменьшается одновременно. Делаем его, например, до нуля. И вот как будет появляться он. Сейчас у нас выбран параметр Unit Size по словам. И, естественно, он появляется по словам. То же самое можно проделать и с каждой буквой. Character. А, нифига себе. А, ну да. Вот он появляется. Точно так же здесь можно настроить остальные параметры, которые мы с тобой только что здесь сделали. InSprate. Duration. То есть скорость его и замедление. Opacity. Здесь я просто показал. Тот же самый прикольчик можно добавить не только с InScale, но и с Rotation. С его вращением. Например, сейчас он стоит по умолчанию на нуле. Выбрать InCharacter. X. Вот что получается. Такая вот интересная анимация. Можно, например, здесь убрать. Сделать по оси Z. Возможно так. Буквы типа лежали и они все поднялись. На самом деле я не хочу накидывать тебе про каждый параметр из этих эффектов. Как бы здесь и так все понятно. Здесь на самом деле нужно экспериментировать. Просто садиться и каждый параметр прорабатывать вручную. Если ты посмотришь это видео и не повторишь за мной, то все, что ты сейчас посмотрел, будет просто впустую. Аут анимация, выход из титра, в принципе, то же самое, все аналогично. Каждый параметр от аут анимации соответствует тому же, что и InAnimation. Я сейчас покажу один просто какой-нибудь пример выхода титра. Например, это будет Out Position, какой-нибудь Scale, когда титр налетает из экрана прямо в лицо, вот сюда выпрыгивает. Поставим скиммер в начало и сделаем 200. То есть он будет как бы из глубины экрана появляться. Так он появляется. Здесь предварительно нужно выбрать All in Unit Size. То есть все, что у нас написано на экране, все будет переходить вот так. Даже на самом деле, чтобы красивее, можно было поставить бы здесь Enter. И теперь я хочу, чтобы он как бы вылетал на меня. За это у нас отвечает Out Scale и Out Position. Out Position тоже по оси Z. Выход по оси Z давай делаем еще больше. Прибавляем его мышкой вверх или трекпадом. Если у тебя трекпад настолько, насколько у нас вот этот вылет. В данном случае это 214 пикселей. Смотрим, что получилось. Вот так он вышел. И так он уходит. Вот такая выходная анимация. Как бы на самом деле, все это можно делать ключевыми точками. Но бывают случаи, когда тебе удобнее сделать такой титр, кастомный, вот именно в этой настройке. Они немного запарные могут показаться на первый взгляд. Но если их каждую проработать, просто написать какое-нибудь фонарное слово вот на черном экране и каждую покрутить. И что самое классное, они, вот знаешь ли, вот просто вот эта анимация, когда он выходит у тебя наверх, она может и не прикольная. Но когда она в сочетании с какими-нибудь разными другими здесь настройками, ее можно сделать довольно интересную. Поэтому если у тебя нет денег на платные титры и ты не хочешь их покупать, можно создать свой собственный кастомный титр в этих настройках. Надеюсь, тебе было полезно. Сейчас хочу тебе показать, как делается один незамысловатый титр при использовании Basic Title обычного и генератора, чтобы и анимировать его ключевыми точками. Этот титр я иногда использую. Я на самом деле придумывал не сам, а посмотрел у одного известного блогера. Если ты сейчас увидишь и догадаешься, у кого используется этот титр, обязательно пиши в комментариях, чтобы мы поняли, спалил ты или нет. Так, у меня здесь есть идущий по полю бредущий Дед Мороз, куда-то он идет, что-то он бредет. И титр у меня уже заготовленный, выглядит он вот так. Позвучен он такими каратистскими всякими звуками, вылетами. Начнем с первого. Тебе понадобится базовый титр. Ты уже знаешь, как его вызывать. Command-T, нажимаем. Выходим сюда, вкладку генераторы, кастом, нажимаем кум, скинуть его на тайм-линию. Тайм-скиммер, пофиг, куда, сюда. Нажимаем shift-t, сузеваем его. Для того, чтобы его использовать, нам нужно выглядеть все, нажать option-g, убрать это все в компаунд-клип. Делаем второй шрифт, это у нас будут цифры, 20, какой там сейчас год. Теперь мне хочется, чтобы этот генератор был контрастным, наоборот, белым. Нажимаем сюда, нажимаем white, ok. Шрифт был наоборот, черным. Ты уже знаешь, где это находится, face. Теперь анимируем его появление. Ставим скиммер вначале. Сделаем на самый маленький, поставим ключевую точку здесь, в скейле и в позиционе. Отсчитаем один кадр, увеличим. Отсчитаем еще два кадра, нажмем еще ключевую точку. Кадр смещаем вправо, уменьшаем на несколько пунктов. Здесь можно нажать ctrl-v и подрегулировать немного ключевые точки, чтобы он так, знаешь, грязно появлялся. И если сейчас это подзвучить еще, то будет вполне сносно. Вот такой простой, незамысловатый титр. Его можно использовать, обозначение ведущего, когда ты показываешь интервью, или где-то какие-то обозначения предметов, в данном случае героя. На самом деле, в следующем уроке я бы тебе хотел рассказать еще про какие-то появления титров, анимацию титров, создание своих собственных, потому что по титрам можно выпускать хоть каждую неделю целый урок и показывать, как делать всякие глищ-титры, там, неон-титры. Вот смотри, здесь есть при использовании glow, видишь, такой будет эффект свечения. А при нужном саунд-дизайне еще это будет очень круто слышаться. Но это я расскажу в следующем уроке. А сейчас я отвечу на вопрос подписчика. Эффект до-после, когда я показывал луты. Для этого мне понадобится вот такой, например, покрашенный шот с Дедом Морозом, который остановился и зачем-то смотрит в камеру. Зажму клавишу Options, копирую этот наш клип и поставлю их друг поверх друга. Поставлю playhead в начало. У верхнего клипа я удалю все эффекты. Это делается вот здесь. Можно нажать только одну всего лишь клавишу, в клавише Effects. Поставлю ключевую точку в кропе напротив right или left, top или bottom, как хочешь, смотря откуда ты хочешь, чтобы шла у тебя шторка. Сдвину playhead, например, настолько. Сдвину до середины. Потом, чтобы было понятно, например, оставлю место, сдвину playhead еще на несколько кадров вперед. Поставлю еще одну ключевую точку и сдвину playhead уже до конца. Как раз Дед Мороз смотрит зачем-то вправо, что-то выискивает. И сдвину кроп полностью. Смотрим, что получилось. Получается вот такой эффект плавный. Леха, надеюсь, я ответил тебе на твой вопрос. И ты действительно не знал, как это делается. И тебе это будет полезно. Шторка до посты, пожалуйста. Твой вопрос был интересен и на него было можно быстро ответить. А на этом все. И как обычно, быстрого диамонтажа, удачных кадров, хороших плавных титров. Больше снимай, больше читай. Смотри классные фильмы. Пока. Смотри.